всем привет дорогие друзья сегодня мы будем готовить с вами рецепт который пригодится в принципе в каждой семье это печеночный паштет в этот раз это паштет будет у меня из говяжьей печени он готовится чуть чуть дольше из куриной получается быстрее и нежнее по-хорошему с говяжьей печени нужно снять пленочку снимается она конечно паршивенько есть там куча разных способов и солью натирают там разные есть но я не особо любитель именно печени люблю ее только вот в качестве паштета поэтому еще пока не вожусь из печени нужно удалить всякие жилочки которые нам не нужны просто их обрезать они нам не понадобятся затем печень я кладу в воду и довожу ее до кипения чтобы с нее выкипели всякие вот эти вот белковые вода в общем становится темная некрасивая с нее пена вот это выходит в общем убрать это все лишнее и заодно наша печень становится более плотной и подходит потом для жарки меньше запаха также дает по такими небольшими кубиками пореза что потом удобно было измельчать также нам пригодится очень большая луковица печень у меня кстати было где-то с пол кило половина большой говяжьей печенки и понадобится нам либо одна большая морковка либо вот у меня три мелких лук абсолютно произвольно нарезаем потому что потом мы все это будем измельчать у меня это вы видите вот полукольцами довольно крупно и отправляем его пассероваться на растительном масле любое масло по вашему вкусу хоть подсолнечное хоть оливка здесь не важно небольшое его количество когда лук немножечко размягчился добавляя сюда уже натертую на крупной терке морковь у меня здесь повторюсь три и мелкие морковки можно использовать одну большую и чуть-чуть поджарим огонь выше среднего спустя минутки две уже сюда можно добавить нашу печень перемешать увеличить немножечко огонь для того чтобы получилось кое-где поджаристая корочка она даст интересный привкус нашему паштету пускай это все вместе пассируется немножечко немножечко поджарится и затем заливаю это все добро молоком чем больше молока вы зальете тем дольше вы будете готовить так как это горячая говяжья печень то я сюда добавила где-то 250 грамм молока и оставила под крышкой тушиться если это куриная печень то грамм 100 вам будет достаточно пускай на чуть-чуть потушиться на и так нежная и ничего и не будет куриной печени кстати никакую пленку снимать не надо с ней вообще проще на средине этапа добавляя сюда соль перец и немножечко мускатного ореха больше никаких специй сюда добавлять не нужно когда у нас молоко практически все испарилась уже это конец нашего приготовления потушилась это все у нас от получаса до часа добавляю сюда немножечко нарезанный слайсами чесночок и выключаю даю немножечко постоять остыть и затем уже можно будет добавлять сюда масло и пробивать это блендером можно использовать кухонный комбайн можно вот так вот погруженным блендером вначале измельчаем немножечко печень вы видите вся жидкость у нас осталось она прекрасно входит печень можно сюда добавлять либо масло а в моем случае это сейчас сливки я сама из домашнего молока собираю сливки и затем их замораживаю и они получаются такие чуть менее жирные чем масло и чуть более жирные чем молоко соответственно но жирность у них даже больше там 40 процентов затем наш паштет нужно будет отправить холодильник потому что он еще немножечко теплый и мягковатый так как масло либо сливки в нем растаяли вы видите он еще мягковат хочу вам показать прикольный лайфхак пока остывает наш паштет для украшения разных бутербродика очень часто делаю я положила яйцо в морозилку она у меня очень хорошо замерзла лучше всего это делать на ночь потому что яйцо довольно долго замерзает и вот так замороженное яйцо чищу разрезаю слайсами где-то вот на 5-6 частей и сразу кладу их на сковородку и у нас получится вот такие вот мини яичницы которые как раз подходят прекрасно для украшения каких-либо бутербродиков из одного яйца 5-6 вот таких вот маленьких кружавчик а у нас получится присолим и чуть-чуть пускай поджарится прошло минут 20 паштет еще не совсем остыл но уже подходит для намазки вот такая вот гладкая у него текстура прекрасно мажется он постоит еще суток двое-трое вас прекрасно часть его можно вообще заморозить и он станет еще плотнее в холодильнике у вас кладу на него яичнику у меня была вот такая вот отварная кукурузка с нее прям слайсом вот так вот срезаю ножиком для украшения вот такой вот как соту это просто очень красиво и очень приятно ребенку кушать у нас тут и белки и полезные жиры и углеводы и железа много потому что это печень в общем довольно полезный перекус обязательно приготовьте и готовьте с удовольствием а с вами как всегда был кекс до новых встреч пока пока